МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Главные темы этой среды, по версии наших авторов, выглядят следующим образом. Скромнее надо быть. Рязанский губернатор заявил, что муниципальные чиновники зарабатывают слишком уж много. Помочь погорельцам семья из Рыбновского района потеряла в огне пожара единственное жилье. Президентские состязания начались в Солочинском лагере отдыха «Солнечный». А теперь подробнее об этом и не только. Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов подготовить предложение по сокращению каждого 10-го госслужащего. То есть чиновников опять собираются тряхнуть на предмет их многочисленности. Премьер ждет предложение к 1 июля. Причем сокращение касается как федерального начальства, так и местного. Чиновники бывалые в таких случаях лишь крепче вжимаются филейными частями тела в руководящую кожу кресел, а вот клерки рангом помельче бледнеют и начинают обзванивать более высокопоставленных благодетелей. Не подведи, отец наш, век буду благодарен. Да и есть за что дрожать. Денежные довольствия, например, у муниципальных начальников, такое, что даже государственники головами крутят. Так, на вчерашнем заседании регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев как-то даже несколько обескураженно сообщил, что, дескать, был им сигнал, что зарплаты в рязанской администрации и городской думе надо бы серьезно откорректировать. Вот что сказал глава региона. Я получил одно обращение, в котором, в общем-то, приводится анализ по уровню заработной платы руководства администрации Рязани и Рязанской городской думы. И я попросил проверить, дать мне сверку, значит, и по тем материалам, которые мне предоставили, он значительно превышает уровень не только там госслужащих правительства Рязанской области, но и других областных центров Центрального федерального округа. Ну и в завершение некоторые цифры минувшего года. По подсчетам статистиков, зарплата госслужащих в стране за 9 месяцев выросла на 34,7%, а вот средняя зарплата простых россиян с начала 2013 года увеличилась на 12,8%. Еще в делах начальственных и чаяниях народных в Рыбном местный совет депутатов принял решение о присвоении новой улицы города наименование Крымской, патриотичной. Что тут говорить. Но есть и немного другие известия из Рыбновского района. 21 апреля в Дивово сгорел дом семьи Холамцевых. Без крыши над головой остались папа с мамой и четверо их детей. Вот что нам удалось узнать об этом несчастном случае. 21 числа ночью загорел дом. Начался пожар. Сначала горел сарай. После сарая загорелась крыша дома сразу. То есть сначала не верилось, конечно, что все это, что дом загорит. Что даже не сразу я начала и детей выводить. Сразу вызвало пожарных. Я говорила, что сейчас все успокоится, сейчас пожар потушат, приедут, все будет хорошо. Предположительно, что это поджог травы. Со стороны станции оттуда подожгли. Может, кто-то мимо шел, там, а курок нечаянно бросил или что-то. И уже от забора, от нашего забора деревянный был, этот забор начала гореть ближе к сараю. Дом мы купили 7 лет назад в ипотеку. Так как дом в ипотеке, конечно, прописываться там нельзя. Прописаны мы все в разных местах. Дома нет, платить ипотеку все равно придется. Может быть, банка у нас ее заберет совсем эту землю, потому что все долго, может быть, они там землю заберут. У меня четверо детей, старшему сыну 17 лет. 13 дочке 9 лет, сыну тоже в школе учится. И 10 месяцев маленькой дочке. Как на газетной семье нам положена земля. Нам эту землю предоставляли раньше, но мне пришлось отказаться, потому что она в поле. Там ни коммуникации, ничего нет. Это бесполезно там что-то строить. Может быть, на основании вот этого закона выделили нам землю где-то, может быть, ближе к Рязани. Я так понимаю, что в Рязани нам, конечно, вряд ли кто-то что-то даст. А может быть, рядом с Рязани что-то выделят с коммуникацией. Нам удалось посодействовать встрече семьи Халамцевых с представителями регионального министерства социальной защиты. Там обещали помочь. Сегодня мы связались с Евгением Халамцевой по телефону. И вот что она сообщила. Вчера встречались с замминистром Еленой Владимировной Карпенко. Она обещала посодействовать в получении земли. Ага. В каком районе пока неизвестно, ничего не сказала, да? Пока неизвестно. Обещала посодействовать. Еще пока никуда не обращались, пока никаких... Воронили с Рыбновской администрации. Сказали, что будут тоже обращаться в администрацию. Тоже, чтобы посодействовали в отношении земли также. Женя, вот с той землей, на которой сейчас пожарище стоит, ее все-таки банк заберет, да? Да. Банк уже звонили. Они должны приехать сегодня-завтра. Оформлять земли. Ну, я надеюсь, вы больше ничего не будете банку должны? Если банк, ну, в наше положение войдет, то, скорее всего, они будут продавать, конечно, по рыночной стоимости. Если будут продавать по рыночной стоимости, то это и кроет долг наш. Если не будут продавать по рыночной стоимости, то, конечно, насколько сильно они опустят цену, занизят, чтобы побыстрее продать. Да, некоторые дома водой не отольешь, горят за милую душу без остатка. А вот в центре Рязани, как мы уже не раз сообщали, и не только мы одни, стоит незаконно возведенное здание, которое никак снести не могут. Буквально вчера мы напоминали о постройке в центре Рязани на Ленина. 22. Строительство незаконное. Суд постановил снести здание. Приставы грозно пообещали решить вопрос в течение этого марта-апреля. Однако ВОЗ, сиречь незаконной постройкой, и ныне там стоит себе живехонько. Сегодня судебные приставы провели брифинг по этой скандальной ситуации. На сегодняшний день решением суда должнику предоставлена срочка до 1 сентября. Работы по сносу начинаются с 1 августа, и в течение месяца объект будет снесен и вывезен, соответственно, строительный мусор. К другим темам. В Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора по резонансному делу, связанному с двойным убийством. Завтра мы намерены получить комментарии в суде, а сегодня в программе некоторые подробности. Дело от Следственного комитета. Следствием и судом установлено, что в течение длительного времени между семейной парой и Воробьевой, которые проживали в общежитии поселка Лесной Шиловского района, возникали ссоры и конфликты. Вечером 20 апреля 2012 года, также после ссоры, Воробьева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в комнату к соседям и нанесла им удары ножом. Решив, что причинила обидчикам смертельные ранения, она вышла из комнаты, сломала нож и выбросила его в канализацию. Однако потерпевшие остались живы. И позвонили по мобильному телефону в скорую помощь. Услышав голос, Воробьева вновь вошла в комнату соседей, где взяла нож и вновь нанесла несколько ударов мужчине и женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Продолжают криминальный обзор. В середине недели рязанские автоаварии. На дорогах Рязанской области за один только понедельник произошло четыре аварии, в которых погибли и пострадали люди. Самое страшное, что в каждом ДТП присутствовали дети. За сутки зарегистрировано сразу четыре дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых шесть детей травмированы. Так, 12 мая около 16 часов в Шиловском районе на 269-м километре дороги федерального значения Москва-Челябинск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, шесть человек, включая трех детей, получили различные травмы. Водитель Вольво выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать попутный автомобиль. Завершить маневр он так и не успел. Столкнулся с приорой. В обоих транспортных средствах находились семьи с детьми. Основной удар пришелся в правую сторону отечественного автомобиля, где на переднем пассажирском сидении находилась супруга водителя, которая в результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля Лада Приора и ехавший с ними двое детей в возрасте 11 и 4 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Семья с 7-месячным ребенком из второго автомобиля Вольво с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Все дети в автомобилях во время движения были пристегнуты. В этот же день в Рязани на улице Зубковой произошел наезд грузового автомобиля на переходящих дорогу женщину и ее трехлетнего ребенка. Водитель не смог дождаться момента, когда молодая мама с малышом дойдут до тротуара. По предварительной версии водитель грузового автомобиля начал движение на разрешающий сигнал светофора, однако не заметил пешеходов, которые завершали переход из-за находившегося впереди транспортного средства, в результате чего произошел наезд. С серьезными травмами ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вот такая горькая статистика. И зависит она только от нас самих. Будьте внимательнее и добрее друг к другу. Ведь от того, как мы поступим в ответственный момент, зависит жизнь наших детей. Теперь о вещах более мирных, однако связанных с прошедшей войной. Сегодня в Рязани отмечали 105-летие со дня рождения Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Политаева. К памятнику войну пришли руководители города, ветераны, ученики местных школ. Был там и Глеб Галушкин. Ему слово. Судьба Федора Андриановича Политаева сложилась весьма драматично. В армию его призвали в августе 41-го года. Он воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в битве под Москвой. Весной и летом 42-го вместе с частью дивизии оказался в окружении и попал в плен. Однако сумел бежать из лагеря военнопленных и вступил в партизанский отряд в Италии. Сражался рязанец отчаянно и геройски погиб в ходе боев с фашистами в начале 45-го. На торжественном митинге выступил внук героя, тоже Федор Политаев. Я думаю, что сейчас нужно и в России нисколько, не меньше, чтобы был дух патриотизма. Радует, что он поднимается, с каждым годом поднимается. Множество этого свидетельств перечислять даже сложно. Поэтому я думаю, что такие даты, такие годовщины должны отмечаться. И об этом должны говорить вслух не только о деде, а вообще о людях, которые оставили огромный заметный вклад в жизнь России. В завершении митинга собравшиеся возложили венки и цветы к монументу Герою СССР и далекой Италии. В Рязани начался региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников под названием «Президентские состязания». В программе спортивные многоборья и теоретический конкурс, легкоатлетические эстафеты и творческие проекты. Сыграют ребята и в футбол, и в настольный теннис, и в стритбол, дартс. В общем, придется и побегать, и попрыгать, и головой подумать. Все это только на пользу, тем более и президенты, все, которые были и есть в России, выступали только за спорт и творчество. Состязания проходят в Солочинском лагере «Солнечный». Оттуда репортаж Ирины Ковалевой. В детском оздоровительном центре «Солнечный» летняя смена еще не начала свою работу, но здесь уже шумно и весело. В лагерь принимают участников регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников в президентские состязания. Наша область принимает в них участие в третий раз, и с каждым годом к ним приобщаются все больше ребят. В этом году в школьном этапе участие приняло около 80 тысяч человек. Ну, а до регионального этапа дошло лишь 132 школьника, 4 сельские класс команды и 6 городских. На протяжении четырех дней они будут участвовать в различных конкурсах и бороться за звание лучшей команды. В первый день сразу после торжественного открытия начался творческий конкурс. Школьники и пели, и стихи рассказывали, но главный упор был сделан на спортивную составляющую. В своих визитных карточках ребят рассказали зрителям и жюри о спортивных достижениях своей школы и города. Самая главная задача, которую они выполняют, это развитие массового спорта. При общении к занятиям физической культуры все больше и больше детей. Победителю регионального этапа состязания осенью выпадет честь представляет наш регион в Анапе. Так что занятия спортом сегодня не только полезны для здоровья, но и открывают широкие перспективы перед юными спортсменами. И еще о городских известиях. Официальный сайт Рязанской администрации сообщил об изменениях в движении городских маршруток. Это сделано, как написано в релизе, в целях совершенствования маршрутной сети городского пассажирского транспорта, улучшения качества транспортного обслуживания граждан с учетом пожеланий рязанцев. Что же это за оптимизация движения такая и каковы были пожелания рязанцев, сегодня в программе подробности рассказывает ответственный чиновник городской администрации Дмитрий Харябчиков. Заодно мы узнаем и другие новости из жизни рязанского общественного транспорта. Итак, смотрите программу подробностей. А у нас на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин